Привет, с вами Вилсиком, сегодня у нас сравнение Nexus 7 и iPad mini, достаточно долгожданное видео, но и понятно, востребованные форматы планшетов, я бы не назвал их дешевыми, они каждый стоит своих денег, но давайте посмотрим какой жизнь их лучше, поехали! Сегодня у нас будет формат некого live сравнения, я понимаю зачем люди покупают такие гаджеты, я например взял свой iPad mini как замену, портативную замену оригинальному iPad, как помощнику с iPhone, наверное, и он со своей функцией справляется. Nexus 7 ровно тот же случай, это некий портативный планшет, который поможет вам в работе, в учебе, и я достаточно долгое время провел с Nexus 7 для того, чтобы понять, что такое планшет на Android, потому что это две большие разницы со смартфоном на Android, поверьте мне, хотя Samsung стремится к тому, чтобы примерно такая же диагональ была у фаблетов, но посмотрим, как на это отреагирует рынок через пару лет, а пока это все-таки планшет. Начнем сравнение с комплекта поставки, благо он идентичен, в коробке вы найдете сам планшет, зарядку к нему, немножко макулатуры и на этом все, ни гарнитуры, никаких дополнительных аксессуаров вы там не увидите, единственное, если у вас 3G версия, там же будет скрепочка для доступа к сим-лотку. То, что вы сейчас видите на Nexus 7, это оригинальный чехол от Asus, и он выполняет исключительно защитную функцию, но покрывает все устройство целиком, выполнено из какой-то резины полупластиковой, не знаю, но очень все здорово подогнано, кнопочки, отверстия, ну, оригинальный чехол, есть оригинальный чехол. Что мне не нравится? Во-первых, вот здесь вот резина, я не знаю, насколько она вообще защищает экран или наоборот царапает его, это, наверное, будет видно со временем, но никаких дополнительных возможностей этот чехол не дает. В то время как Smart Cover на iPad mini, он пришел к нам с iPad 2, выполняет функцию подставки, вы можете его вот так вот просто сложить, и у вас получится подставка для просмотра фильмов, либо же второй вариант, это подставка для того, чтобы набирать текст, тоже весьма удобно в таком формате в нем работать. Более того, здесь есть магнит, и вы можете его разблокировать вот таким вот простым жестом, это действительно удобно. В Nexus 7 такой возможности нет, и после того, как вы его открыли, ничего не происходит, вам нужно нажать на кнопочку, и после этого устройство разблокировано. Ну и блокируется он тоже, соответственно, только с кнопки, вот эта крышка не играет никакой роли, это печально. В общем, кто давно подписан на канал и знает не понаслышке о моей нелюбви к Android, говорили о том, что Nexus проиграет, и вообще нет смысла смотреть это видео, я долго думал, как же объективно их сравнить, чтобы было интересно. Вот эти вот щехлы, в общем, снимаем, чтобы они не мешали нам наслаждаться видом устройств. Я попользовался Nexus 7, и вы знаете, понял, что ну его нафиг, он настолько ужасен, что я даже сравнивать их не буду, я просто попытаюсь аргументированно объяснить, почему Nexus 7 абсолютно не конкурент iPad mini. Это неплохое устройство само по себе, когда вы просто его кладете, пользуетесь, но если рядом появляется iPad mini, то они оба не идут ни в какое сравнение. В общем, это абсолютно разный класс устройств, несмотря на то, что между ними много общего. Вот теперь самое время поговорить о габаритах. 340 грамм у Nexus 7, при том, что он весь пластиковый, soft-touch панель такая сзади, как сейчас называют. У iPad mini это 312 грамм, и он полностью алюминиевый. Я не знаю почему, но держать его одной рукой намного удобнее. Вы как бы кладете его на ладонь, не столько держите пальцами, сколько он лежит, и второй рукой свободно оперируйте. При том, что Nexus 7 тяжелее, это всего на какие-то жалкие 30 грамм, и при этом уже, намного уже, 120 миллиметров против 135. Держать одной рукой через какое-то время его неудобно, и хочется взять вот следующим образом, поверьте, проверьте, если можете. Что касается толщины, 11 миллиметров здесь и 7, это гигантская разница. Не в два раза, конечно, но это ощущается, и Nexus такая реальная пышка. Что касается по высоте, они практически одинаковые, 199 и 120 миллиметров. Если сравнивать устройство лоб в лоб, то примерно вот так это выглядит. Соответственно, вот настолько iPad mini шире, чем Nexus 7. И одно еще замечание, Nexus 7, несмотря на то, что пластиковый, ну и вообще, в принципе, я не знаю, он толстый, он очень серьезно греется. По сравнению с iPad mini, у него греется и экран, и задняя крышка, и вообще он становится горячим. То есть, если вы какое-то время на нем работали, играли там или просто сидели в интернете, устройство нагревается достаточно серьезно. У iPad mini этого вообще не происходит. Вот он прохладный, несмотря на то, что алюминиевый, а наоборот, да, казалось бы, у него должно быть обратный эффект. Соответственно, он быстрее охлаждается и быстрее нагревается. У него этого не происходит, он абсолютно холодный. А вот так Nexus 7 соотносится с оригинальным 9,7 дюйма iPad'ом. Настолько он его меньше, видите, да? И в то же время iPad mini с оригинальным iPad будет выглядеть вот следующим образом. Ну, тоже на виду, насколько он его компактнее. И это играет определяющую роль при выборе устройства. Все-таки это действительно компактная штука. iPad оригинальный, это для тех, кому нужен экран, кто понимает, зачем он ему пригодится и так далее. По качеству сборки нет претензий ни к Nexus, ни к iPad mini. Все достаточно неплохо здесь подогнано. И да, он пластиковый, ощущается так достаточно дешево. Что мне не понравилось. Единственное, сейчас покажу. Вот если вы сюда надавливаете в экране, то у него появляются разводы. Я не знаю, видно ли это или нет, но стараюсь. Вот появляются белые такие разводы, они периодически вас будут преследовать. Я давлю не очень сильно. При обычном нажатии на экран могут появиться разводы на экране. В то время как у iPad mini ничего подобного не происходит. Я не знаю, что сложно показать, нет темного места. Но как я не давил, таких разводов, как на Nexus, я не получил. Единственное, у iPad mini, да, он выглядит дороже за счет алюминия, за счет вот этих граней, за счет зеркального яблочка. Но у него за время эксплуатации вот здесь на вот этой вот пластиковой вставке появилась трещина. Хотя я его не жалею, бросаю как могу. При этом он у меня, правда, упал с большой высоты. И вот здесь появилась еще такая скотская типа скола. Ну, iPad mini у меня просто намного дольше, поэтому он уже пережил пару падений. Nexus не тестировал подобным образом. Но вот эта штука с экраном меня как-то огорчает. Если честно, отдает такой дешевизной в этом плане. Поскольку высоту устройства полностью идентичны, я бы назвал их мобильные характеристики схожими. Я имею в виду, что туда, куда поместится Nexus 7, несмотря на то, что он на 15 мм хуже, туда же с 90% вероятностью влезет и iPad mini. Что касается кнопочек и разъемов. Lightning для синхронизации зарядки у iPad mini и microUSB у Nexus 7. Стереодинамики здесь и здесь. На правой гране у нас клавиша регулировки громкости такие же и у Nexus. И вот тут у нас есть многофункциональная клавиша, которая отвечает за блокировку поворота экрана и может быть переназначена на выключение звука. Клавиша блокировки и разблокировки находится сверху. У Nexus она справа. И здесь у нас сверху 3,5 мм разъем для подключения гарнитуры. У Nexus она снизу. И клавиша блокировки здесь находится справа. Мне, что не нравится у Android, это его стандартные 3 кнопки сенсорные для управления операционной системой. Назад, home button и активация многозадачности. Честно вам скажу, когда, например, устройство лежит на столе, вот так вот с помощью home button на iPad, разблокировать его намного удобнее, чем тянуться вот сюда и подлезать куда-то снизу. То, что его никак нельзя разблокировать, кроме как вот таким вот жестом, это, конечно, весьма и весьма неудобно. Раньше перед тестированием и сравнением я перезагружал оба устройства. Но сейчас я понял, что это от лукавого. Давайте запустим Geekbench 2 и посмотрим, как устройства отличаются по вот этому синтетическому тесту. Сразу скажу, что в Nexus 7 установлен Tegra 3 процессор, 4-ядерный от NVIDIA. Работает на частоте 1,2 ГГц, в то время как в iPad mini хорошо себя зарекомендовавший чип А5, двухъядерный. Здесь 512 МБ памяти в iPad mini, в то время как в Nexus 7,1 ГБ. По экранам, наверное, стоит сказать, что здесь всего 7 дюймов, при этом разрешение экрана 1280 на 800, а здесь 7,9 дюйма, разрешение экрана 1024 на 768. Вы, наверное, уже поняли, что соотношение PPI, плотность точек на дюйм, конечно же, выше на Nexus 7 и составляет 216, в то время как у iPad mini всего 162. И отсутствие ретина экрана стало для многих главным разочарованием в iPad mini, однако я жду его в iPad mini 2, я думаю, что там все это будет исправлено. Что касается качества экранов, вернее, цветопередач, углов обзоров, они оба выполнены по технологии TFT IPS, и, честно вам скажу, особой разницы я не заметил. Экраны хорошие тут и там, соотношение с точки зрения общей, наверное, восприятия, об этом поговорим во время игр, тестов, браузеров и так далее. Что касается цифр, которые показывают оба планшета, здесь у нас 1452, в то время как 764 у iPad mini. Казалось бы, превосходство Nexus 7 над iPad в два раза, но на деле это не совсем так, и сейчас мы на примере тестов игровых в этом убедимся. Я долго думал, какие же игры использовать для проверки производительности. Давайте начнем с Need for Speed и продолжим в GTA Vice City. По одной простой причине, игр много разных, все они со своими плюсами и минусами, но посмотрим. Мне кажется, Most Wanted и Vice City хороший пример. Я еще поставил Wild Blood, но, я не знаю, ребята из Game Loaf настолько криворукие, что они могут запороть все, что угодно в Electronic Arts и Rockstar, я верю, больше. Ну что ж, давайте смотрим, кто из них... Напоминаю, что он по тестам в два раза медленнее, чем Nexus 7, и вы сейчас видите, что, собственно, iPad, на мой взгляд, загружается быстрее. Загружается быстрее, звук идет с iPad, отключил, чтобы они просто друг друга не перебивали. И давайте посмотрим, кто же у нас в итоге пришел к первому финишу. Да, iPad mini загрузил быстрее. Причем не просто быстрее, а здесь я уже поехал и играю, в то время как здесь у нас все еще весьма плохо. По графике. Я кидал в Twitter картинки, и вы, наверное, уже видели, что по графике они весьма и весьма сильно отличаются. Но давайте посмотрим, как это выглядит на Nexus 7 для начала. Ну, наверное, на видео будет достаточно плохо видно, но здесь у нас сильно бросается в глаза лесенки на всем, что только можно. И вы видите, что FPS просто катастрофическое. Мы едем, как будто не на гоночной машине, это Need for Speed, а формат, типа, лишь бы не превышать скорость. То есть не чувствуется ускорение вообще. Я даже по-другому могу сказать, все достаточно серьезно тормозит. Вы можете видеть. Ничего я, собственно, не делал с его настройками, не забита ничем многозадачность, вернее, что-то там висит. Но, как я и сказал, у нас исключительно живой тест, и все, собственно, вот так и выглядит. Отключено энергосбережение, несмотря на то, что Nexus у нас потихонечку садится. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит на iPad mini. Ну, согласитесь, абсолютно две... Мало того, что здесь идет все плавнее, так еще и, ну, ощущается игра абсолютно по-другому. То есть по очкам, если мы сравним iPad mini и Nexus 7, победу я однозначно отдаю iPad mini. Можете со мной спорить, можете писать свое мнение в комментариях, говорить, что Nexus не так плохо. Но, на самом деле, это так. А теперь сравним их у GTA Vice City. Опять же, игра недавно вышедшая на обе платформы и специально была оптимизирована для Android, потому что там была какая-то проблема с работоспособностью. Ну, вот теперь посмотрим, как это сказалось на игре. Опять же, смотрим, кто из них первым запустит игру, кто первым придет к финишу и так далее. Давайте начнем новую игру. Чтобы все было честно. И сейчас поговорим о времени работы, но сразу скажу, что оно мне понравилось и здесь, и здесь. Емкость батареи примерно одинаковая. 4,325 мАч у Nexus и, по-моему, 4,5 iPad mini. Но по времени работы, в общем, они примерно похожи. Ну что ж, смотрим на то, как идет Vice City с самого начала. Ну, опять же, чуть-чуть быстрее. И сразу могу вам сказать, что, несмотря на то, что Tegra 3, 4-ядерный процессор, по графике это просто небо и земля. Видите, следы от шин. Огромное количество постэффектов, которых просто нету на Nexus, как класс. Объясню, как это выглядит. И, ну, во-первых, здесь все идет плавнее, да. Во-вторых, давайте начнем в этот раз с iPad'а. Тень, видите? От, собственно, главного героя тень и от прохожих тень. И бежим мы, и, соответственно, полицейская машина. Наверное, мы не будем полицию трогать. Сядем на байк и посмотрим, как у нас, в общем, происходит езда на байке. Или, вернее, на мопеде. Вы видите свет от мопеда. Вы видите, что мы едем достаточно комфортно. И, в общем, вы можете пройти GTA на iPad mini с удовольствием. Все весьма и весьма кошерно. Что происходит на Nexus 7? Во-первых, нету тени. Во-вторых, все, так скажем, намного беднее выглядит. Подтормаживает достаточно круто. От людей тени тоже нет. Нет, эффекты типа фар в данном случае присутствуют. Давайте здесь возьмем машину. Еще огромные лесенки. Я не знаю, с чем это связано. Такое впечатление, что здесь грузится некая другая версия. Несмотря на то, что фары у нас были, по крайней мере, до этого, света от них не было. То есть, меньшее количество эффектов. Ну и что касается езды, то, опять же, все, FPS очень серьезно хромает. Мало того, что это все еще и подтормаживает достаточно серьезно. Тоже, наверное, с удовольствием вы сможете пройти игру в каком-то смысле. Но, честно вам скажу, это все серьезно отличается. Поэтому по игровым характеристикам, если сравнивать iPad mini и Nexus 7, то iPad mini просто на голову выше. Несмотря на то, что процессор A5, двухъядерный, более заслуженный, был представлен еще с iPad mini уже достаточно давно. iPad 2. И в iPad mini уже через поколение устройств он все равно сегодня себя показывает бодрячком. Здесь еще и памяти меньше. 512 против гигабайта. И вот это тот редкий случай, когда железо в симбиозе с софтом дают больше эффект и производительность, чем железо в отрыве от платформы. И, в общем, Tegra 3 на Nexus 7. Может, она урезанная. Ходили слухи, по крайней мере, в интернетах, что здесь какая-то не та Tegra 3, которая должна быть. Но вы видели все своими глазами. Можете проверить. Я больше, наверное, тестов проводить не буду. По крайней мере, у меня были там запланированы еще пара игр. Но просто, чтобы не увеличивать продолжительность ролика, на мой взгляд, Most Wanted и Vice City актуальные, тяжелые, дорогие, хорошие игры показательны в данном случае. Что касается времени работы, я обещал вам показать этот показатель. Давайте посмотрим в настройках. И вы, кстати, можете наблюдать, что, несмотря на то, что здесь стоит система 4.2.1, и я ожидаю уже в скором времени 4.2.2 на Nexus, все равно подлагивает, подтормаживает. И до конца победить вот эту проблему в Android Google никак не может. Итак, эта штука проработала 2 дня, 1 час 15 минут. К сожалению, Android не показывает, сколько из этого времени он был активен. Но я могу сказать, что меньше, чем iPad mini. Но 2 дня он продержался. Что у нас происходит с iPad mini? При том, что он на 5% у нас совсем практически осталось ему чуть-чуть жить. Смотрим на показатели iPad mini. Он проработал точно так же 2 дня, 1 час. При этом он был в режиме использования 11 часов. На 1 час больше заявленного Apple. И это очень хорошо. Но, еще раз повторюсь, при прочих равных, может быть, чуть-чуть iPad mini выигрывает по времени работы. Вот, видите, он уже просит, 4% осталось, заряди меня. У Nexus 7 это очень здорово. На самом деле, когда оба планшета работают долго, это их главные конкурентные преимущества. Microsoft надо в этом плане учиться серьезно и серьезно. Помните, я сказал, что планшеты и смартфон на Android достаточно сильно отличаются? Так вот, в Nexus 7 это не так заметно. И вообще в Android просто потому, что если вы берете официальный клиент ВКонтакте, то это растянутая версия смартфон-приложения. Здесь такие маленькие кнопочки, которые находятся рядом с сенсорными. И вы совершенно спокойно можете промахнуться, закрыть. И давайте посмотрим, как это тормозит. Значит, если вы листаете вниз, то вот так это грузится. Ну, более-менее, на самом деле, неплохо. Видимо, прокачалось. В то время как на iPad в любом случае это выглядит намного симпатичнее. Вообще не тормозит. И вот почему это все время происходит на Android. И почему он все время подлагивает и подтормаживает, я не знаю. Ну, и вы можете сравнить качество исполнения клиента здесь и там. Здесь, соответственно, большая неуклюжая версия. Здесь более-менее удобная. Кому как, но я спрашивал у людей, есть ли адекватная версия Android клиента под Android. Мне никто таковую не назвал. Поэтому пришлось использовать официальный клиент, который все-таки кошмарен и неудобен. Но если вы думаете, что дела так плохо обстоят только в ВКонтакте, давайте посмотрим на примере Твиттера. Falcon Pro популярный клиент для Android, Твитбот, тот популярный тоже клиент, которым я пользуюсь на iOS. Он специально задизайнен для iPad и достаточно сильно отличается от iPhone-версии. Это растянутое смартфон-приложение. Причем лента, вы видите, дрыгается и ведет себя немножко там Георгана, в то время как здесь ничего подобного не происходит. И таких примеров масса. Кинотеатр Иви, например. Здесь, по-моему, тоже был. На его примере можно посмотреть, насколько отличается соотношение сторон. Здесь не влезает до конца название разделов. Хотя по дизайну приложения совпадают. Более того, само дизайн приложений от самого Google отличается. Давайте посмотрим на YouTube здесь и здесь. Мне кажется, что в iOS-версии намного приятнее. Плюс, смотрите, здесь опять у нас происходит... Из-за скроллинг в Android это вообще какой-то отдельно живущий элемент, который абсолютно не поддается контролю. Соответственно, в iOS вы можете полностью понимать, куда и что. Здесь это субстанция, которая живет своей жизнью. Но все это было бы туда-сюда. Да, с этим можно было бы смириться. Но главное, для чего вы покупаете планшет, для чего вы будете его использовать, это, конечно же, интернет. Давайте на примере сайта Apple я покажу, почему планшеты на Android не выдерживают никакой критики в сравнении с iOS и Safari. Мне кто-то писал, что не надо использовать... Не надо использовать... Хром на... Давайте попробуем запустить их одновременно. Посмотрим, кто придет первым к финишу. Android выиграл, молодец. Но дальше мы грузим одинаковую страничку с iPad mini. Смотрим, кто теперь придет первым к финишу. Теперь выиграл iPad mini. Но скроллинг. Здесь он, опять же, вот такой вот корявый и дерганный. Здесь ничего подобного не происходит. Дальше. То, что меня всегда раздражало в смартфонах, это то, что окончательно убивает в планшете. Смотрите, когда вы зуммируете страничку и потом делаете зум-аут, у вас появляется белая полоса. Причем она появляется всегда и на какой-то достаточно длительный промежуток времени у вас происходит некий процесс перерендеривания всей страницы. И это дико раздражает. В iPad mini, как вы понимаете, ничего подобного у нас, как правило, не происходит. Страница не перерендеривается. Давайте посмотрим теперь сайт The Verge. Достаточно большой и сложный по верстке. Не имеет мобильной версии, что для нас большое преимущество. И опять же попробуем загрузить его одновременно и посмотреть, какой из планшетов придет первым. Смотрим. По идее, за счет того, что какая-то мощь в Tegra 3 все-таки присутствует, странички при прочих равных он должен рендерить побыстрее. Но на деле этого почему-то не происходит. Но смотрим. The Verge там и там грузится долго. Но, как я и говорил, Nexus 7 за счет все-таки четырехъядренного процессора выигрывает. Но, сейчас не буду трогать, покажу, как это будет выглядеть на iPad mini и на Nexus 7. В чем отличие? Итак, как вы видите, здесь страничка загрузилась гораздо позже. Но, поскольку здесь она загрузилась раньше, смотрите. Мы идем вниз, и что мы видим? Белый экран подгрузилась. Идем еще ниже, опять белый экран. Еще раз подгрузилась. Здесь, ну, какой-то белый экран был, но подгрузилась намного быстрее. То же самое со статьями. Опять же, тот самый зум, про который я рассказывал, который меня так сильно раздражает. Делаем зум-ин, делаем зум-аут. Белая полоса на несколько секунд. Здесь ничего подобного не происходит. Страница. Ну, The Verge самый, наверное, тяжелый из всех возможных сайтов. Но увидите, какая у них разница между рендерингом страниц. Идем дальше. Мой сайт, который... Ну, вернее, популярный сайт, которым я пользуюсь для чтения новостей о кино. KG.com Давайте загрузим его. То, что раньше было проблемой на iOS и преимуществом iPad mini, и теперь это ровно обратная ситуация. Смотрите, здесь у меня он распознал, что это Safari. И, соответственно, загрузил видео в HTML5, и я могу его без проблем посмотреть. Да? Я могу его посмотреть. Да, загрузилось видео, я могу его посмотреть. А здесь он мне пишет, что у меня нет соответствующего плагина в Хроме. И, собственно, иди лесом. Лесом полем. И, опять же, скроллинг по самому сайту. На Nexus 7. И на iPad mini. То есть он тоже как-то подгружает это все не сразу, но намного-намного качественнее. И возвращаемся назад. Здесь у нас какие-то черные зоны, здесь ничего подобного нет. И, опять же, я все видео могу на сайте посмотреть, в то время как здесь у меня серые такие плашки, заглушки, говорящие о том, что у меня нет соответствующего плагина. Это печально. Разница в соотношении сторон. Чем они отличаются? Смотрите, что происходит на Nexus 7. У вас есть табы, у вас есть статусная строка, адресная строка, сенсорные клавиши. И в итоге The Verge у вас грузится вот в таком формате. Вы видите только верхний ряд плашек, то есть, соответственно, одна и две здесь. В то время как на iPad mini, за счет того, что экран имеет другое соотношение сторон, у вас еще и нижний третий ряд плашек. И, поверьте мне, таким образом страница воспринимается как-то более комплексно, более понятно, в то время как здесь она все время какая-то куция обгрызанная. Еще и вот с этим вот скроллингом пользоваться абсолютно невозможно. И я говорю еще раз, я теперь понимаю. То есть, если я хочу чуть-чуть уйти вниз, вот до такого состояния, то мне надо практически с хирургической точностью пытаться попасть, чтобы не крутануть чуть больше, не уехать в самый низ, и потом вернуться на то же место наверх будет очень сложно, потому что вы можете либо уехать слишком вниз, либо слишком вверх. При этом, я говорю еще раз, жест можно, конечно, приноровиться, но очень сложно. Поэтому по браузерам, по опыту эксплуатации в интернете, по тому, как воспринимаются сайты, iPad просто на три головы выше, причем очевидные простые вещи, железо мощное, почему не могут сделать нормальный скроллинг, почему не могут сделать, убрать это дурацкое перерендеривание страниц, которое просто убивает на корне вообще все удовольствие от использования. Ну что это такое? Вот что это такое? Еще раз, я ничего специально не делаю. Ну вот смотрите, здесь тоже появились белые полосы, вот нормально перезагрузился здесь, здесь он загрузил статью, хрен с ним. В общем, это на самом деле ужасно и кошмарно, и это еще раз убивает вообще основное предназначение планшета, интернет-терминала, пользоваться неудобно. Но при этом у андроида есть важные и полезные функции, типа торрент клиентов, открытая платформа, много чего можно поставить, кастомизировать под себя, на iOS этого нету. Но еще раз, это, наверное, совершенно отдельная история, и мы говорим о том, насколько удобно пользоваться планшетом из коробки, насколько он приспособен вообще к жизни и использованию в повседневных каких-то ситуациях без убивания огромного количества человек-часов на доводку всей системы. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Пришло время подвести итоги. Давайте загибать пальцы, что мы имеем. Тяжелый пластиковый корпус здесь, легкий алюминиевый здесь. Да, он чуть уже, но, как мы видели в интернете, при серфинге такое соотношение сторон экрана скорее минус и никакого дополнительного преимущества по сравнению с таким он не дает. Более того, именно такое соотношение сторон и такой экран дает преимущество iPad, потому что он совместим с огромной базой приложений, которые делались для iPad старшей версии, и, соответственно, у Android ничего подобного нет. Здесь куцые версии. И, собственно, о том, о чем рассказывал Фил Шиллер со сцены, когда показывали iPad mini, многие тогда это не восприяли, недостаточно серьезно. Сейчас я увидел это собственными глазами, могу сказать, что это огромная-огромная разница. Здесь номинально мощнее железо. Да, Tegra 3, да, здесь гиг-оперативки, но, по факту, вы видели в играх, это не играет никакой роли, потому что все оптимизируется под iOS, и здесь мы имеем какие-то достаточно слабопроизводительные версии тех же игр, и я не думаю, что в будущем это будет иметь какой-то успех. Да, есть какие-то преимущества за счет того, что софтово растягиваются версии приложений на весь экран. Например, в iPad выглядит следующим образом Instagram, в то время как здесь он выглядит достаточно презентабельно. Но это тот редкий момент исключения, который лишь, как всегда, подтверждает правила. Таким образом, имея 5000 разницы, здесь вы получаете действительно классное устройство, которое является полноценным планшетом, и вы можете с удовольствием пользоваться интернетом, смотреть фильмы и все такое прочее, в то время как здесь, ну, я не знаю, ну, вот YouTube меня просто вот просто вымораживает, если честно, я не знаю, как можно вот сделать было такой YouTube, который еще и нифига не работает в итоге. Ну, как это за скроллинг такой? Ну, невозможно. Поэтому iPad однозначно лидер, однозначно он лучший портативный планшет на сегодня. Хочется, чтобы Apple не почевала на лаврах, и iPad mini 2 увидел свет относительно скоро. Жду его ближе к осени, наверное, с ретиноэкраном, с лучшим железом. Хочется, чтобы Android доводили до ума, хочется, чтобы Nexus тоже были конкурентоспособны. И, к сожалению, Nexus 7 сегодня не, как сказать, нельзя назвать конкурентом iPad mini. И помните, вначале я предупреждал о том, что, что-то он завис, о том, что я придумал аллегорию, вернее, я понял, как их сравнить, как их соотнести. А Nexus 7 – это резиновая женщина, надувная, с которой можно делать многое и, в принципе, получать удовольствие. А в то время как iPad mini – это настоящая женщина, на которой можно сделать то же самое, но на другом, совершенно ином, качественном уровне. И вот можно так их сравнивать. Соответственно, Nexus 7, как устройство, для тех, кто понимает, зачем оно им нужно, оно вполне соответствует своей функции, выполняет их. Но если его сравнивать впрямую, в лоб, вот по этим показателям с iPad mini, то он не выдержит вообще никакой критики. И именно эту мысль я, наверное, хотел донести в этом сравнении. Поэтому и вообще, наверное, то, о чем многие постоянно забывают, когда сравнивают два устройства сегодня, а мы, на секундочку, находимся в 2013 году, сегодня сравнивать их по характеристикам, сидеть на сайтах и сравнивать, не знаю, разрешение экранов и количество оперативной памяти уже не совсем правильно. Сегодня даже не столько железо и сами гаджеты играют какую-то роль, сколько операционная система и поддержка сервисов, разработчиков, всего остального. Под iOS оптимизируется лучше, программ больше, они качественнее, даже те, которые есть. Мы это видели на примере тех же клиентов. И это вот, собственно, то, за что вы можете переплатить 5000 рублей. Готовы ли вы это сделать, да или нет, я не знаю. Решать каждому, но мне кажется, что iPad mini просто из другой лиги. Как есть первая лига, есть вторая. Оба играют в футбол, обе команды, но делают это совершенно на разном уровне. Собственно, вот такое сравнение iPad mini и Nexus 7 от меня. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой твиттер и пишите в комментариях, что вы думаете. Но давайте общаться в рамках приличия, во-первых. А во-вторых, прошу аргументировать свою точку зрения. Наверное, так, да? То есть, если вы все-таки приверженец Nexus, пишите, почему. Я все-таки считаю, что тех аргументов, которые я показал в этом видео, достаточно для того, чтобы сказать однозначно. iPad mini выигрывает и делает это с преимуществом. Пока.